надо бы сфотографировать интересно что получилось довольно прикольно получилось и да почему же я сделал эту фотографию дело в том что сегодня у нас на обзоре sony ericsson k-550 сам аппарат был выпущен в 2007 году и он выпускается в двух расцветках в черном и белом оба цвета выглядит интересно в белом исполнении аппарат максимально схож со sony ericsson v610i в руках его можно даже перепутать кстати да вот этот аппарат может превратить в 610 просто установив от него прошивку сильное заявление проверять я его конечно не буду размер телефона составляет 102 на 46 и на 14 миллиметров в руках аппарат лежит хорошо вес аппарата 95 грамм носить его можно как вам угодно ну а также есть крепление для шнурка качество сборки на высоте но вызывает сомнение конструкция которую применяли для крепления задней крышки до правой боковой стороне находятся два стригающихся же зажима открыв их вы можете откинуть крышку окей крышка может фиксироваться но не так хорошо как кажется на первый взгляд могут быть поскрипывание корпуса при он неудачным и при неудачном закрытии появляется вот такой зазор на передней части у нас находится разговорный динамик дисплей клавиатура и вырез под микрофон на левой боковой стороне находится кнопка для вызова музыкального плеера разъем под наушники под зарядники или даже под передачу данных в правой боковой части у нас находятся кнопки для управления зумом во время режима камеры или во время съемок а так он и является для показа статуса телефона два зажима ну а также кнопка для вызова камеры в верхней части находится кнопка включения и выключения и компорт в задней части у нас красуется крышка с логотипом sony ericsson и с надписью kyber shot два светодиода которые являются вспышкой и выдвижная камера со стеркалом внутри пару слов об оболочке оболочка здесь довольно шустрая и довольно плавная когда ты листаешь менюшку то вызывается ощущение такой плавности и мощности этого аппарата ну а что еще сказать в детстве можно было на нем поиграть в какие нибудь новые игрушки на этом телефоне но самый сок этого телефона является то что при помощи него можно можно управлять компьютером удаленно через сплитус вот мой компьютер я нажимаю наверх и что мы видим я управляю своим компьютером при помощи телефона удивительно правда я тоже удивился когда узнал об этом но это еще не все это удаленное подключение можно включать как для презентации как для медиаплеера или как рабочий стол то есть можно управлять презентацией музыкой и так далее но теперь наконец таки перейдем к камере телефон освещен камерой на 2 мегапикселя имеет автофокус ну а также модуль камеры хорошо знаком по Sony Ericsson K750i и не вызывает какого-то удивления это одна из лучших камер в своем классе ну и в этом году конечно же также аппарат поддерживает 3 возможных разрешения снимков 1632 на 1224 1280 на 960 и 640 на 480 есть два типа сжатия снимков Normal и Fine давайте все таки я вам покажу примеры снимков и пример видео с этого аппарата на автофокус и в этом году мы должны такое качество камеры на этом телефоне да за это время я выпустил новое видео на канале хотя чем я это говорю потому что субботу уже выложу видео про этот аппарат и вот такое качество когда снимаю улицу ну и давайте вот поснимем здесь солнце и небо наконец как то так ну да качество видео с этого аппарата желает оставлять лучшего но вот фотографии с этого аппарата довольно качественная но есть нюанс на фотографиях присутствует шум и это сильно бесит хотя это нормально для такого телефона с такой камерой у этого телефона довольно хороший звук его кромкость средняя или чуть выше на улице аппарат слышен вибро звонок по силе средний на качество связи аппарата хорошее однако давайте подведем итог модель получилась довольно удачной хотя и имеет ряд грехов в виде клавиатуры и крепления задней крышки ну и на такой ноте можно и закончить если вам понравился этот парад и этот обзор то ставьте лайк и подписывайтесь на канал также не забывайте про колокольчик чтобы не пропускать новое видео а с вами был джестер дэвил всем удачи и до новых встреч до новых встреч